Приветствую вас! Вы знаете, давайте я, наверное, сначала расскажу немножечко о своих впечатлениях от вашего текста. А потом ещё, значит, ну, потом уже буду разбираться в сам текст. Значит, первое, что мне хочется сказать, это то, что есть какая-то, вот знаете, обречённость в вашем тексте. Есть какая-то, знаете, натужность. Есть какая-то, ну, знаете, может быть, правильно сказать, неестественность вашим текстам. Понимаете, то есть, вот весь ваш текст, это одна сплошная неестественность, одна сплошная напряжённость, напряженность, я бы даже сказал обречённость. Понимаете? Вот настолько, настолько, вот так вот это всё выглядит. То есть, понимаете, если вы жену и любите свою, очень любите, то по тексту этого не скажешь. То есть, что вы её любите, вы написали в конце, столько. Написали, что я её люблю, хочу сохранить семью. Ну, понимаете, я верю, что вы хотите сохранить семью. Я верю в то, что вы её любите. Ну, или, как сказать, или вы, или вы думаете, что вы её любите. Я верю в это, я верю в это. Но проблема, она заключается, на самом деле, в том, что мне сложно почувствовать эту любовь. То есть, вот я её не почувствовал здесь. Можете, конечно, говорить, что я не брат, можете говорить, что мне так кажется. Вот, или что я скептично настроен, но я не почувствовал. И вот я говорю, от вашего текста тянет просто, ну, колоссальным количеством напряжённости, натужности, безысходности какой-то. Может быть, даже смиренности, то есть, ну, то, что вы смирились с этим. Ну, вот, это вот то, что бросается в глаза по ощущениям. Понимаете, то есть, слова, слова, они одни слова, они есть слова. Да, слова есть. А вот чувственный посыл, эмоциональный посыл от этих слов, он, ну, вообще совершенно другой. Вот, как такое может быть? Ну, я не знаю. Дальше идём, значит. Вы пишите, женаты три с половиной года, ребёнок, ребёнок три года, а жену и ребёнка очень люблю. Ну, понимаете, вот это, вот, опять же, звучит так, как будто вы, знаете, должны сказать, вы должны сказать, что вы любите жену и ребёнку, вы должны вы её любить. А если жену и ребёнка не любите, то всё, это, это, это что-то ужасное тогда случится, вот, с вами, ну, просто, понимаете, ну, нет ощущения, что вы любите, что вы прямо дрожите. Ещё раз повторю, это, может быть, так, по тексту, вот, ну, пока так. Значит, женаты три с половиной года, ребёнку три года, то есть полгода вы прожили брак и сразу завели, завели ребёнка, вот. Ну, это, это момент, это момент. То есть, если вы сразу завели ребёнка, то волей-неволей возникает вопрос тогда, а зачем вы завели ребёнка? Ну, так быстро. Спешили куда-то, или, 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 или что. То есть, эээ, для чего так быстро ребёнка-то, эээм, завели. Какая цель была этого? Всего полгода вы прожили и уже завели ребёнка. То есть это довольно маленький срок на самом деле. Год назад же она сказалась, что разлюбила, но другого мужчины нет. Угу. Жена сказала, что разлюбила. Нет, ну, в принципе, вообще это естественно. То есть, ну, она может разлюбить. Вы как считаете, может она разлюбить вас? Ну, просто вот если не брать в расчёт там все остальное, ну, полюбила и разлюбила, да? Мне кажется, это вполне нормально. Или нет? Вы говорите, что она к психологу пошла разбираться с собой, а что у нее за проблемы, что она пошла к психологу? Если проблема только эта, что разлюбила, то, я не знаю, простите, это не проблема, что она разлюбила. То есть это не психологическая проблема. Если нет чувств, если у вас нету ссор, конфликтов и так далее, это не проблема. Это естественный ход развития, так сказать, отношений. Ну, вот. И всё. То есть, здесь лично мне неясен вот этот вот, значит, посыл. То есть, сказала, что разлюбила, а потом ходила к психологу, чтобы разобраться в себе. Разобраться в себе, с чем она разбиралась, когда ходила к психологу. Что у нее за проблемы были, что она ходила к психологу. Она, чувства хотела, хотела, простите, разбудить в себе с помощью психолога к вам. Это невозможно. Чувства, они либо есть, либо их нет. Невозможно разбудить, разбудить чувства с психологом. Простите за небольшой такой каламбур. Могут быть, могут чувства возникнуть к психологу. Вот даже это скорее произойдет, да, чем то, что с психологом появятся чувства. Она ведь в вас-то влюбилась без психолога. Без помощи психолога она в вас влюбилась. И, соответственно, она, я уверен, без вас, точнее, без психолога и вас разлюбила. И без психолога она опять полюбит. Я не могу сказать, конечно, кого полюбит, но полюбит. То есть, понимаете, вот, ну, видите, какая история происходит. Сказала, что разлюбила. Ну, бывает. Ходила к психологу, чтобы разобраться в своих проблемах, каких проблемах. Прошел год. А жена пыталась смириться с этим. С чем? С чем пыталась смириться жена? Что ходила к психологу год? Или с тем, что разлюбила его? А зачем с этим смиряться? Разлюбила бывает, расстаемся и живем дальше. Каждой своей жизни. Зачем мириться с этим? Чувств нет, секса нет, уже год. Говорит не от желания. Ну, это... С одной стороны, естественно. А с другой стороны... Желания... Они, в общем-то, не зависят от чист. И... Если она не хочет именно секса... С вами... То... Ну, на мой взгляд, здесь вопрос возникает. Она не хочет секса с вами, или она вообще секса не хочет? Если она именно с вами не хочет секса, значит, у нее какие-то претензии к вам. Если она вообще секса не хочет... Ну, это... Может быть, проблемы со здоровьем. Это здесь можно проверить гормональный фон... Щитовидную железу проверить. Можно. Ну, просто по здоровью посмотреть. Потому что... Нормальное желание секса. Вот. Вот, кстати, знаете, еще, что интересно. По хронологии. Ребенку три года... Вы с женой три с половиной. Когда... Когда вам с женой было два с половиной, и вашему бряху было два с половиной, она сказала, что разлюбила другого мужчину. Ой, что разлюбила вас. Простите, это я, как бы, прочитал другого... Ну, тут у другого мужчины нет. Она сказала, что разлюбила вас. Два с половиной года. Спустя полгода... Появляется ребенок. Вот только она сказала, что вас разлюбила. После того, как она начала ходить к психологу и пыталась смириться, появился ребёнок. Как? Как он появился? Почему он появился? Зачем он появился? Альберт, вы поймите, вы через ребёнка хотели спасти брак? Семью? Или что? Вы ребёнка зачем зачали? Вы понимаете, в какой среде живёт ребёнок сейчас? Вы понимаете, что он родился от матери, которая ходила к психологу, которая разлюбила мужчину, то есть вас. То есть ребёнок – это не результат любви взаимной. Ну, вот я не знаю, степени ответственности вашей, вас обоих за ребёнка, меня вызывает сомнения. Вот здесь. Так. Говорит, нет желания, обнимает, целовать. Ну, это понятно, любви нет, обнимает, целовать нет желания. Сейчас предлагает разойтись, так как это ненормально, что чувств и желания нет. Ну, это да, тут я согласен, действительно. Или продолжает так жить, воспитывая ребёнка, как соседей без любви, поцелуев, обнимание секса. Ну, вы-то можете так жить. А ребёнку будет очень сложно. Для ребёнка это будет та травма. Ссоры происходят редко, не пью, не курю, работаю, всё делаю для семьи и очень хочу её сохранить. А вопрос в чём ваш Альберт? Спросить-то вы чего хотите? Понимаете? Ну, вам нужно проанализировать своё поведение. Вам нужно проанализировать то, кто нравится жене. Вам нужно не всё делать для семьи, а делать то, что нужно семье, то нужно жене, например. Понимаете? Вот чего жена хочет? Спросите у неё. Вот чего она хочет? Вот помимо, 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 того, что у неё нет желания вас зловать, обнимать, заниматься сексом и прочего. А чего она хочет? Просто. Как она хочет? Просто. Как ей комфортно? Что ей комфортно? Понимаете? Вот на это постарайтесь ориентироваться. Дальше. Вы говорите, хочу сохранить семью. Зачем? И именно вам семью сохранять зачем? Вы для чего её сохранить хотите? Именно вы зачем? Вы знаете, семья сама сохраняется тогда, когда её члены все счастливы. То есть, как бы, тут не надо сохранять, она и так сохранится. А если вы хотите её сохранить, то отсюда появляется вот эта вот надужность. Отсюда появляется вот эта вот, знаете, напряжённость в поведении. Неестественность в поведении, что я хочу сохранить, как бы, значит, семью. Но она-то не сохраняется, семья, потому что несчастливые люди-то, ну вот, со мной, например. Но я хочу её сохранить. Но возникает вопрос, опять же. Зачем вы хотите её сохранить? Вам лично это зачем? Вы говорите, я люблю своих жену и ребёнка. Что ребёнка любите, я почти не сомневаюсь, что вы любите ребёнка. Но вот в том, что вы любите свою жену, я сомневаюсь, потому что как-то не очень вас тревожит её состояние. То есть она не любит вас, говорит, что разлюбил, но продолжает с вами жить. Она ходит к психологу по какой-то причине. Вы к психологу не ходите. Хотя семейные проблемы, если они есть, они общие. И здесь как-то странно. Вы не говорите о том, что вы что-то меняли, что вы что-то пытались сделать за этот год. Наоборот, вы говорите, что секса нет, желание обнимать вас нет и так далее. Но при этом вы всё делаете для семьи. А кто определяет вот это вот всё, что вы делаете? Вы определяете? Или всё-таки она определяет? Если вы определяете, так тогда вопрос, а для чего вы это, опять же, для чего вы это делаете? То есть если вы делаете что-то для семьи, то это получается, это вы определяете, что для семьи лучше. А не семья, не жена ваша, ну грубо говоря. Понимаете? Какая история? И это странно. Как минимум. Поэтому, опять же, для ребёнка, если вы любите своего ребёнка, то для ребёнка лучше, если вы расстанетесь, по крайней мере не будет этой напряжённой атмосферы, которую даже я чувствую. А дома у вас что происходит, я себе представить боюсь. А на ребёнке как это сказывается, это вообще ужасно. Понимаете? И где здесь любовь к ребёнку? Не знаю. Вы можете сами сходить к психологу, сами проанализировать ситуацию с женой и подумать, что могло её вот так вот изменить. Да? К вам. Вы можете больше ориентироваться на её желание. То есть просто посмотреть сейчас, чего она хочет. То есть сказать, дорогая, окей, ты хочешь развестись, давай, как бы, ну, давай разведёмся только через, там, полгода, например. Вот. А полгода я постараюсь отношения исправить. Я постараюсь. А тут смотри на твои чувства. Если у тебя что-то вспыкнет ко мне, ты тоже стараешься что-то делать. Если нет, ну, значит, нет. Вот. И вот отдайте своей женщине почувствовать себя таковой. Понимаете? Ну, и больше ответственности какой-то, больше осознанности, потому что, ну, вот, по описанию, да, осознанности, ну, не так много, как должно быть. Вот. И более ценностное отношение к ребёнку, потому что пока это выглядит так, что ребёнок для нас это чисто вот средство спасения семьи. Ну, это не делается так, к сожалению. Это не делается вот так. Ребёнок не для этого рождается. И если у жены проблемы, если у жены есть какие-то проблемы, то они не связаны с любовью к вам. Они не связаны с чувствами к вам. Проблемы вообще не связаны с чувствами, понимаете? К кому-либо. То есть, если человек разлюбил, да, ему не нужно идти к психологу. Как если человек полюбил, ему не нужно идти к психологу. Почему ваша жена пытается смириться, для меня загадка. Что она обрекает себя от своего ребенка на, в общем-то, несчастье. Может быть, в этом ее проблема. Но, опять же, вот ходила она к психологу, и что, и как? Разобралась в себе? Или единственный вывод, который она сделала после работы с психологом? Это то, что надо смириться. Ну, я не знаю, это странная работа с психологом, когда не принято никаких новых решений. Вот. А что делали вы этот год? Вот вы что делали сами в это время? Ну, непонятно. Понимаете? То есть я не чувствую вас, Альберт. Я не чувствую вас. Я не чувствую того, что вы что-то делаете. Я не чувствую вашей заинтересованности в благоприятном исходе данной проблемы. Может быть, вы и хотите, но я не думаю, что вы прикладываете много усилий. Я думаю, что вы считаете, что вы ни в чем не виноваты. А вот когда вы говорите, что я не пью, не курю, работаю, все делаю для семьи, это звучит как обравдание. Мол, ну я же вот, я же все делаю, я же стараюсь. Посмотрите в интернете игру такую, она называется «Я старался». Я думаю, что если вы посмотрите, если как следует изучите, вы увидите для себя там интересный момент. Подвергаю свою коллегу, вам обоим нужно к психологу, но для начала я бы сказал так, сперва вместе, а потом каждый по отдельности. Можно к разным психологам, можно к одному, как хотите. Вот так. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.